Закера. Ну, надо что-то больше чисто практического. Значит, это реакция на мой фильм. А нет. А да. А для чего, в принципе, прикоп придумал? Спрашивает Закера. Зачем взорвать все? То есть, можно только корень прикопать? Положим в сад, зачем весь взорвать? Вот тут у меня, конечно, это прикоп-прикоп. Поэтому, а я обязую ответить. Просите, отрисовался в этом дельничном. Зачем взорвать? Я взял несколько вариантов. Поблик взял, поблик взял, поблик взял, поблик взял. Да. Одному бы из вас просто взять вот эту фалангу, пальцы отрезать, чтобы потом другие, которые будут учить отрезать корни, обрезать, чтобы у них у всех вот это чесалось, вот где палец, который нажимают на насекатор. Подрисы. Что-то понимали бы. Улучшать корни. Вот. Ну и человек рекламирует прикоп. Смотрите. Вот и черненькое, видите? У него получилось так. Он не знает, а я должен вам рассказать, в качестве коллекции. Абрикосы и груши такой прикоп не выносят, а прогибают. Уже для этого достаточно, чтобы ниже уровня земли был кусочек штаба. Вот это, например, сантиметров 10-15, да? Всё. А он же учитель. Ему же самому не обязательно это было прикоп. Они друг у друга привыкли, чтобы ворвать. В том числе и эти снимки. Понимаете? В том числе и эти снимки. И вот получается следующее. Вот это сейчас сгнивает. А она сгнивает обязательно, потому что он выкопал яму, он её засыпал. Теперь в этой яме всегда влажность повышенная. Уже не такая плотная почва, а повышенная. Хоть и говорят, там надо притрамбовать, если распалить, чтобы не было, помните эти советы, чтобы не было пузырьков воздуха. Всё равно, я загубил несколько саженцев. Груши, я знаю, что говорю. Вот. То есть, проходим. Идём дальше. Вот это вот очередной прикоп. Ну, в том, что говорят. Здесь получается то же самое. Это яблок и лужка для корей и полинокрона. Всё. И да. Здесь получается саженцы, ну, может быть, судя по скелетам, 3-5 лет. Ну, некоторые такие пересаживают, то есть, и крупные рептики. Хотят, чтобы не прикопили. Опять ниже уровня. Сейчас там. Раз. Ну, а верхушки на высоте метра два, я же не слепой. Это значит, они взамен так, как будто бы и прикапывали, и прикапывали, но раз получается прикоп. Такой символический, они просто загрузили. То есть, прикапывать, переносить, где был смысл. Нужно посадить встали. Верникально зато корни не тронутся. То есть, и перезимая, лучше напьются, и тогда. Вот. Вот это тоже с интернет. Смотрите. Он кладёт их вот это уже получше. Получше. Но у него, если он, смотрите как, если он действительно, здесь трудно понять. Он только корни, да? Ну, там корни засыпал. Казалось бы, мало. Ведь надо часть корни спасать от мороза. Но он положил настолько аккуратно и настолько, что стоит только одни корни засыпать. Вот видите, самые левые, вот видите, засыпан. Уже. Уже засыпан. Если вот так будет, не должен сгнить. Но даже если вот так вот он прикопает, подчеркиваю, груши и абрикосы. Бог сгниет. Самый страшный в прикопах, вы помните, вот эти проблемы, связанные с зимними перепадами плюс на минус. Если мы боимся, вот так же, как абрикосы. В январе раз плюс 10. Это бывало. Только почки просулись. Если им хватит минус 10, минус 15, мороза убить их. Даже если они вроде бы не просулись. С виду. Вот. А что делается под землей? Да то же самое делается. Взяли, прикопали, там, грабка, это веса все, допустим, там, 1 ноября в Сибири, например, должен выпасть снег. А Сибирь уже неправильная. И кто-то из местных авторитетов из статьи, помните, я сам печатался в Сибирьской газете. Я по-разному писал, Московская и Сибирь. Сибирская газета – это одно, а Московская – это другое. Смотря кто был и читатель. Вот и получается, Сибирь до 1 ноября надо закопать. Закопали. Вот представьте себе, что закопали до половины. Это считается нормально. Большинство таких. Это я брал крайний случай. Большинство вот так выглядит. И вот так. Вот так вот. Сейчас все. И тогда выпал снег, потом он растаял и пошел дождь. А я говорю о реальных вещах. Кто меня с Сибирьком знает? Да не то в Сибирике, Северная Русь. Дождь, день, второе, третье, десятое. А там хочешь, не хочешь. А я бы, получается, вот такая. Вот такая. Даже сипология, все равно вот такая. И сгнивает все. Может, это еще месяц не будет. А самое страшное, несколько примеров вы приводили. Кто бы не поверил. Говорил, ребята, вот, ну не трудно же. Неварь месяц, декабрь месяц. Ну, пойдите в сад, а у вас уже 60 сантиметров снега. Сибирь, однако. Выкопайте, посмотрите, постучите. Промерзла земля или нет? Черт, то есть два. Не промерзла. Мягкая земля. А там есть и саженец. Он на 100% жлил. И кто вот это молчал? Почему вот эти янцы, не знаю. Ну, как я среагировал, как мог. Видите? А потом я взял. А потом я взял. И показал прикол по железу. Его особенность следующая. Только посадка, как будто на постоянное место. На холм. А поверх холма вот это окучивание. А весной, как только оттаивает. По мере оттаивания, ручка вот так все это отгребается. Но холм остается. А это значит, что осенью был посажен и взялся расти на новом месте. И конец осени не теряется. И весна сразу. Каждый день не конуруется. И вот тогда к следующей осени он-то и вызревает. Вот это называется. Это изобретение. Кто-то напишет этот самый патент. Не знаю, зачем они дружили. Для Числавия. Вот. Тогда я пишу. Часто от нас не зависит. Груши, абрикосы не прикапывать. Тогда спрашиваю. Как не прикапывать? А как их? У тебя в переносе за новое место. Допустим, купил осенью. Что делать? Называем примерные сроки. Называем свои сроки. А вот там плюс-минус. Вот это пересадка на новое место в конце сентября. Абрикосы. С остатками листвы. Остатки уже. То есть, видите, вон, крупно листья разбросаны. Они как раз опадают в конце сентября. Это и есть срок. Допустим, 2-3 декабря с сентября. Еще фотографии. Вот. Эту фотографию уже надо в учебнике. Это просто доказательство. Потому что вот столько амрикосов посадили за 8 тысячи. И один не погиб. Нормально? А вот это вот просто другой год. Склон есть. Перекопана, правда, была руками. Потому что какой-то трактор развернется. Перекопана руками. Разравнена. Посадила в два слоя. И когда мы воль-не 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 тут ходили, топтали, топтали, топтали. Гряда получилась сама. Зато теперь. А я еще и тут все. Вот жить. И уже здесь, учитывая склон. А что такое склон? Это значит, луж нет. Раньше стекает. Таится истекает раньше. Тем более, с запада самое сильное солнце, оно всегда с запада. Вот сюда бьет в этот склон западное солнце. Потом все, нет проблем. И у нас, и в будущих покупателей нет проблем. Вот это вот учеба. А началось все с довольно невинного вопроса. Помните? А вот корни закопать, а эту зачем прикапывать? Ну, если бы человек хотел предложить свое мнение более профессионально, вот бы сделал, как я, несколько фотографий. Уставил. Можно рисунки? Вот так. Пойдем дальше. Продолжение следует...